Добро пожаловать в город-герой Одессу! Наконец-то мы в Одессе. Ждем наших друзей, которые будут нас принимать. Да, мы приехали на селекционный институт. Представляете, где это такое? Где это? Я не знал... Где это видно? Где это слышно? Мы сейчас ждем этого человека, который должен нас приютить. Это семейная пара. И будем потом ходить по городу, смотреть, показывать. Мы приехали в Одессу не просто так. Как вам моя новая прическа? 40 гривен. Экспресс-стрижка. Просто это боль моего сердца. Роза, где мы очутились? Сима, куда ты ведешь меня? Всем привет! Меня зовут Денис. Я Катя. Это Катя и мы приветствуем вас на... И мы приветствуем вас на нашем канале и на нашем влоге. Сегодня... На нашем канале просто. Сегодня мы с вами гуляем по Одессе. Нас нелегкая занесла сюда. В Одессе мы решили воспользоваться одним из советов по путешествиям, которые мы давали ранее. А именно мы скачали три маркрута, по которым мы будем ходить сегодня и узнавать город. В Одессе вдвоем, как муж и жена, мы впервые. Я в Одессе была всего лишь один раз, а Денис чуть-чуть больше. Так как-то получается, что каждый раз, когда мы куда-то едем, вечно холодает. И вот буквально вчера резко похолодало, хотя недавно было 30 градусов. Вообще мы в Одессе на два дня, и мы за два дня попробуем показать вам как можно больше. Как бы все, что увидим мы, увидите и вы. Вот так. Та-да! Сейчас мы идем по какой-то улице. Это начальная точка нашего маршрута. Улица Богдана Хмельницкая. Пока здесь ничего нет, но мы гуляем. Мы, я думаю, за Одессу, за сегодняшний день мы прогуляем шагов 20 тысяч. Еще тут громко машины ездят, что... А еще тут машины ездят по проезжей части. Во Львове такого не было. Понимаете, о чем я, да? Все-таки Львов, он более пешеходный город, мне кажется. Одесса, она как бы побольше сама по себе. Да. Мы уже прошли еврейскую больницу. Да, это было... Одесскую больницу номер один. Но мы там подумали, там нечего снимать толком. Ну, там и особо ходить туда нельзя было. Туда ходили люди, которые по своим религиозным соображениям не могли обратиться к обычному врачу. Вот, а сейчас мы находимся в Преображенском парке. Он реально большой, и тут очень классно на велике, наверное, кататься. А еще недалеко от этого парка буквально следующий, это Одесский зоопарк. Мы будем проходить мимо. Внутрь мы, скорее всего, заходить не будем, но просто, чтобы вы знали. Да, здесь, кстати, в парке почему-то много людей, много уборщиков. Возможно, сейчас какой-то там субботник. Много голубей, как-то тут такое разбитое все. Мне что-то... Посмотрите, какие тут ямы. Вот это парк. Может, это не самое туристическое место, куда мы пришли, но... Типа парк Преображенского. Преображенский парк. Преображенский парк. Вот, но сейчас тут очень-очень много, вот, там, косят траву, убирают листья. Возможно, сейчас здесь какой-то субботник проходит. Наверное. И мы пришли не в то время. А еще здесь, в Одессе, очень много котов и собак. Это просто рай для меня. Столько котиков, вы себе не представляете. Столько вшивых котиков, вы себе не представляете. На каждом углу котики. И они не убегают от меня. Сейчас мы находимся возле Одесского зоопарка. Да, мы покажем вам цены, сколько стоит вход. А еще мы только что видели парня, который принес, внимание, своего сокола, чтобы он погулял с другими соколами в зоопарке. Вы себе можете это представить? Ручной сокол. Да. Он такой вот маленький. Он вам в руках принес. Мур-мур-мур. 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 Мур-мур. У! Она меня цепанула. Ого. Ого. За рукав. За рукав. На привозе рядом рыба, рядом вещи, рядом овощи. Все в перемешку. Нет никакого разделения. И чем дальше, тем дешевле. Поэтому не покупайте с краю, а идите вглубь. Так выгодней и дешевле. Мы купим креветок сейчас. Нет. Чего? Зачем? Спасибо. Можно? Да. Так, Лёя не подложит. Она живая. Она еще прыгает. Это рачки. Поход на привоз не прошел бесследно. Как Денис сказал, надо было хоть что-то купить. Поэтому мы купили мидии. Как это побывать в Одессе, в городе у моря и не поесть чего-то морского. Вообще стремно, знаете, можно спокойно там отравиться. Слышишь про отравление разное. Да. Мы выбирали между креветками и мидиями. Решили мидии. Притом там 25 гривен за 100 грамм получилось. Ага. Кисть, которая меня цапнула. Пусть себе сидит. Ты просто слишком многое позволяла себе. Вот поэтому она тебя и наказала. Слишком много гладила ее. Да. На самом деле на привозе заметна тенденция, что на ценнике тебе везде пишут точный вес. Я им все равно не верю. Да. И вообще нас не раз обвешивали на базарчиках. И мы подумываем о том, чтобы купить себе электронные весы. Такие, знаете, как кантер. Для того, чтобы сразу же после того, как ты заплатил за товар, проверять. Не отходя, как говорится, от продавца, от кассы. Возможно, это как-то подействует на них. Потому что нас один раз обвесили вообще почти что на 300 грамм. Поэтому верьте продавцам, но проверяйте их. Ребята, такая непонятная погода. Просто вообще идешь в реглане, и тебе жарко, потому что солнце. В теньке норм. Раздеваешься, потому что на солнце жарко. На солнце норм, в теньке холодно. И ветер. И непонятно, в чем ходить. Короче, очень непогодится. И Одесса нас встречает неприветливой погодой. Ну, довольно такая средняя. Не то, чтобы неприветливая погода. Погода такая, знаете, как кошка такая. Она типа, погладь меня, погладь, только ты ее хочешь погладить. Она такая, я не отойди, отойдя от меня. Она говорит, как бы, раздевайся, тепло. И только ты снимаешь, и она сразу раз с тебя и холодным ветром. Да, да. Вот так мы и страдаем, короче, ребятки. Мы прошли компот. Да, прошли известное кафе Компот. В Киеве оно тоже есть, поэтому для нас ничего интересного. Походили по привозу. Сегодня на выходных там какая-то знаменитая барахолка происходит. Мы прошли мимо. Возможно, Денис там вставит какой-то маленький кусочек. Возможно, нет. Возможно. Сейчас мы идем по улице Базарной. И будем проходить мимо, через, наверное, скорее всего, Старобазарный сквер. Мы надеемся, что там будет немножко поуютнее, чем в парке. А вот я вижу, кстати, этот сквер. Там памятник еще какой-то. На самом деле, вот, знаете, Одесса и Львов разница колоссальная чувствуется. Львов реально какой-то более пеший город. Какой-то более такой, более ламповый что ли. А здесь ты находишься действительно как будто это портовый город. Тут очень большое движение, большая динамика. Постоянно что-то происходит. Постоянно кто-то куда-то спешит, кто-то куда-то идет. Впереди у нас два памятника. Сейчас мы подойдем поближе. Даже три памятника. Подойдем поближе и покажем вам их более подробно. В Одессе, кстати, очень красивые девушки. Приезжайте в Одессу, смотрите на девушку. Интересное место. Здесь три памятника, даже, может, чуть больше. Хорошее небольшое замечание, что там, вон, видите, сзади копают люди. Обычно, если это делают какие-то коммунальные службы, то они там одевают какие-то жилеточки. А тут видно, что мужчины в повседневной одежде копают, перекапывают что-то. Но это и правда, видимо, сегодня какой-то субботник. Даешь волонтера. И люди, может быть, даже это делают за бесплатно. Вон машина даже поливает. Говорят, вчера был день молодежи, и, может быть, так сильно погуляли, что надо убирать. Что ж сказать, одесситы молодцы, заботятся о своем городе. Молодцы. Короче, это реально квест. Мы ходим по каким-то улочкам, ищем всякие дворы Утесово, я не знаю. Спорим с друг с другом, где какой поворот. Мы не спорим. Просто я говорю, вот сюда, где они смотрят на меня, типа, из серебра. Я такая, ну да, наверное, не сюда. А кто такой Утесов, Кать? Это Леонид Утесов, это великий композитор. Дом мы нашли. Музей-квартиру мы тоже нашли. Осталось отыскать дворик. Дворик, я так понимаю, вот здесь. Да, тут как сюда войти, ты знаешь? Не знаю. И я не знаю. Там, типа, кодовый замок, но мы без кода пошли. Это как самый настоящий одесский дворик. Это наш кот музейный, слушай, Утесов. А как его зовут? Тяпа. Тяпа. Это вот он с товарищем, ученики знаменитого Одесского коммерческого училища. Вышли мы только что с дворика Утесова, побывали в музей Утесова. Честно сказать, я лично советую всем побывать, потому что экскурсия и посещение музея бесплатное. Оно реально пропитано какой-то чисто одесской атмосферой. И женщина, которая проводит экскурсию, она настолько именно колоритная одесситка, у нее даже говор такой. Вы наберетесь столько положительных впечатлений, а еще там есть кот Тяпа. Да, там на самом деле, типа, все бесплатно. Просто, понимаете, она, типа, работает, говорит, что там их там что-то не финансируют. Ну, то есть, по желанию, вы можете оставить, там, добровольное пожертвование. Мы оставили в качестве. Вот, и она сказала, что 2 сентября у них будет большой праздник, и в этот дворик можно будет приходить, можно будет получить специальный паспорт с пропиской в этом доме. Соответственно, ну, фейковый, понятно, ненастоящий. Почему ненастоящий? Да, конечно, ненастоящий. Биометрический. Биометрический. И там будет чаепитие, будет музыка. Вот. А еще по секрету показала нам, как они называются, бобины или, не знаю, как правильно. Бобёны. Бобёны. В общем, такие мотки с плёнкой, на которой занимался самый первый фильм, еще черно-белые «Весёлые ребята». Поэтому они сейчас ищут оборудование, чтобы его можно было тоже показывать. А вдруг это чёс какой-то? И на самом деле... Может чёс, не знаю, но я верю, что не чёс. Вот. Поэтому, если у вас будет возможность, зайдите в дворик Утёсова, вы не пожалеете. Чисто одесский колоритный дворик, где сушится бельё, где ржавые почтовые ящики во дворе и маленькие балкончики. И красные запороны. Всё как надо. Мы попали в Одессе на барахолку, которая проходит, я так понимаю, каждые выходные. Здесь можно купить всё, начиная от носков, заканчивая до фонаря настолбного, вот который висит на столбах. И, возможно, мы даже найдём то, что нам надо. А нам нужны весы, кантор. Носки Денису мы уже купили, теперь мы ищем дальше кантор. Идём. А сколько беленький стоит? На той барахолке, где мы были, оказывается, продавали и животных, собачек, кошечек, представляете? И мы... Денис знал, куда меня повезти, да? Сказать вам честно, шпицы по 500 и выше долларов. 300 даже был. Да, даже 300 был долларов, там, 400. И говорят, что они там спородистые, с документами, с прививками, совсем-совсем. Вот просто так с рук их отдают. Это очень, очень странно и очень подозрительно. Потому что, зная, сколько на самом деле стоит подобная собака со всеми прививками от нормальных, типа, родителей, их документами, она стоит гораздо дороже. Её никто не будет продавать с рук. В общем, ну, сомнительность меня вызывает, то, что там всё действительно породистое и с документами, потому что документы можно нарисовать и расписать всё тоже можно очень красиво. Но их очень жалко, их просто хочется всех взять и забрать. Ну, честно. А самое интересное, что мы ходим там, где мы не видим других туристов. То есть, понимаете, уже, наверное, около часа дня, первый день в Одессе, и мы ещё не были ни на Дерибасовской, ни на лестнице потёк. Красоты Одессы, достопримечательность, мусорка. Да, и мы ходим по таким местам, мне кажется, туристы по таким местам обычно не ходят. Ну, окей, ладно. Дворик Утёсово, там музей. Ну, на барахолку, мне кажется, вряд ли кто-то зайдёт. Заходили там. За сегодня мы запланировали пройти один... Нет, два маршрута, думали, пройдём. Да. Но я чувствую, что мы пройдём, скорее всего, один. Ну, на самом деле, мы могли пройти бы два, но мы пойдём помогать украшать свадьбу, которая будет завтра. Дорогие девочки, дорогие небесы, запомните, что то, что вы сделаете пышную свадьбу, там на кучу тысяч денег, дорогущее платье, ну, это будет всего лишь останется на ваших фотках. И гости потом всё забудут, а в основном, если запомнят, то только еду. На деньги уйдут. А всё то же самое вы могли бы потратить на свою будущую или уже нынешнюю семейную жизнь. Делайте выводы.